Альянс ХДС ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель выиграл выборы в Бундестаг. Об этом сообщил ЦИК ФРГ после подсчета голосов на всех 299 избирательных округах. Политическая сила Меркель набрала 33% голосов. За Социал-демократическую партию Германии, занявшую второе место, проголосовали 20,5% граждан. Тройку замыкает правая альтернатива для Германии, которая впервые будет представлена в парламенте. За нее дали голоса 12,6% пришедших на участки граждан. Кроме того, в Бундестаге будут представлены еще три партии, прошедшие 5% барьер. Свободная демократическая партия, левые и зеленые. Итоги выборов уже прокомментировали в Москве. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Новиков назвал результаты голосования предсказуемыми. По его мнению, немецкие избиратели не были готовы объединиться против политики Ангелы Меркель. Кто-то склонен поддерживать левую партию, а кто-то поддерживает тех, кто правее Меркель. Отсюда и соответствующий результат. У Меркель относительное большинство, но абсолютное большинство немцев ее не поддержали, раздробив голоса между другими кандидатами. Поэтому градус критики может быть достаточно высоким, но она лидирует. Также Новиков отметил, что пребывание Меркель на посту канцлера не повлияет на санкционный режим в отношении России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инициативу администрации президента США Дональда Трампа реформировать организацию объединенных наций. По словам дипломата, составленная Вашингтоном реформа позволит срезать ООН лишний жирок. Однако, как заметил глава МИД, к этому вопросу необходимо подходить с максимальной осторожностью. То, что в ООН есть лишний жирок, это давно не новость. Но надо подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний жирок во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена. И каждый из них, даже с населением 10-15 тысяч человек, если такие, особенно в южной части Тихого океана, хочет как-то быть приобщенной к работе организации, в том числе иметь своего человека в секретарятии. Ну, это, по-моему, абсолютно объяснимые желания. Вот поэтому, когда мы будем этот жирок срезать, как бы нам не задеть и живой организм этой организации. Напоминаем, что впервые о необходимости реформировать ООН президент США Дональд Трамп заявил, выступая на созванном по инициативе Соединенных Штатов заседании всех заинтересованных стран 18 сентября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран считает оскорбительным запрет на въезд иранцев в США. «Поддельное сочувствие Трампа иранцам звучит еще более неискренне с вводом новых и более оскорбительных ограничений против таких замечательных граждан», написал министр в своем твиттере. Напоминаем, что Вашингтон принял решение расширить список стран, на граждан которых распространяется ограничение на въезд в США. Новый документ запрещает въезд на территорию Соединенных Штатов гражданам Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил новый запрет необходимыми мерами безопасности. Редактор субтитров А.Семкин